Утром 27 июня на третий день моего пребывания в Самаре меня вызвал к себе по телефону губернатор. Оказалось, что в одном из крупных селений губернии крестьяне, решив завладеть землями соседней экономии, избили воспротивившегося этому урядника и выгнали его вместе с экономическими служащими. Но это было только начало и продолжение не заставило себя ждать. «Перводержавную, Русь православную, Божия храни, царство ей стройное, в силе спокойное, все ж недостойное, прочь от жени». Продолжение в самом деле не заставило себя ждать. Вечером с дикими криками, бросаясь каменями, толпа напала на полицейского приства и растерзала и его, и его несчастного ямщика. Исправник поставил об этом в известность губернатора, попросив прислать солдат для усмирения бунтовщиков. Губернатор распорядился отправить в село роту солдат и взнамерился поехать туда сам. А меня пригласил для передачи дел по управлению губернией. Так, на третий день своего пребывания в Самаре, еще не освоившись с делами, я приступил к управлению губернией. Подписывал бумаги, распечатывал текущие письма. Если были какие-то заседания, то председательствовал на этих заседаниях и принимал посетителей. Хотя я порядочно знал дело и имел большой опыт службы, все же чувствовал себя неуверенно. Мне все казалось, что просители могут обратиться ко мне с таким вопросом, которого я не сумею разрешить сейчас же. Мне придется публично признать свою неподготовленность и обратиться к правителю канцелярии. А это казалось мне ужасно стыдным. Затем я опасался, что явится какой-нибудь тип с намерением убить меня. И хоть должность я занимал совсем недавно и еще ничем не успел возбудить к себе личной ненависти, практика показывала, что личной ненависти для этого и не требовалось. Террор распространялся на всех должностных лиц без исключения. Особенно опасался я появления народных учительниц, которые были разжалованы за возмущение спокойствия. Обыкновенно они являлись сумочками. А что в этих сумочках лежало, одному Богу было известно. Но благодарение Богу все мои страхи на первый раз оказались напрасными. Мне не пришлось сконфузиться незнанием дела. Больше того, я даже блеснул умением понимать крестьян и разговаривать с ними. Не было и особенно дерзких просителей, которые вывели бы меня из терпения хоть на минуту. Одним словом, на этот раз все кончилось благополучно. Блок вернулся в Петров день, 29 июня, рано утром. Наиболее виновные в убийстве и подстрекательстве на него были выяснены, арестованы и отправлены в тюрьму. А дело поступило к следователю. Собрав сход, Иван Львович говорил с крестьянами. Указал им на печальные последствия их преступлений, строжайше воспрятив дальнейшее насилие над экономией. Все прошло чинно, крестьяне чувствовали себя подавленными совершенным злодеянием и были очень испуганы произведенными арестами. В Петров день меня пригласил к себе обедать мой товарищ Алабин, который желал познакомить меня со своей сестрой и с ее мужем, городским архитектором. Обед был редкостный. Сервировка, загляденье. Вечером же мы договорились отправиться всей компанией в театр. Самарский театр произвел на меня благоприятное впечатление. Да что там, он был очень хорош. Обширный зрительный зал, три яруса ложь, элегантная отделка, несколько напоминавшая театр Суворина. Все это далеко не всегда имеется в губернских городах, поэтому Самара по праву гордилась своим театром. Мы купили ложу в бенуаре и стали смотреть спектакль. Но едва окончился первый акт, как ко мне явился полицмейстер и сказал, что меня срочно просит приехать губернатор. Очевидно, случилось что-то чрезвычайное. Простившись со своей компанией, я отправился к губернатору. Блог дал мне прочесть следующую телеграмму бугорусланского исправника. Сегодня, в день храмового праздника, в Кенель-Черкассах на меня напала пятитысячная толпа. Выручившие меня стражники отступили к своим казармам, были забросаны каменями. В них стреляли, убив двоих. Настроение тревожное. Блог рассказал мне, что Кенель-Черкассы были огромным селом с населением в 13 тысяч человек. Издавна это село отличалось буйным поведением тех, кто в нем жил. И во все тревожные времена там происходили большие беспорядки. Губернатор решил отправить в Кенель-Черкассы роту солдат и попросил меня выехать для водворения там порядка. Рота была отправлена в Кенель-Черкассы ночью. А рано утром выехал с поездом и я. Сидя в вагоне, я многое передумал. Конечно, я не знал, как мне придется действовать. Ведь все зависело от обстоятельств. И я давал себе лишь слово быть спокойным. Заглушать немедленно всякое увлечение, всякую взвинченность. И строго обдумывать каждый свой поступок. Но вместе с тем действовать непреклонно. Во что бы то ни стало водворять порядок. Если он продолжает нарушаться. В Кенель-Черкассах я пробыл три дня. За это время порядок был полностью мною восстановлен. По возвращении в Самару я подробно доложил обо всем губернатору, который одобрил все сделанное мною. И сказал, что сегодня же пошлет подробное донесение министру. Не обошлось без устройства митингов и в самой Самаре. Как-то в праздничный день на Соборной площади собралась толпа молодежи. Откуда-то прикатили бочку, на нее взобрался некий оратель. И вот уже полились страстные заученные выкрики. Впрочем, появление в ближайшей улице взвода казаков заставило толпу мгновенно рассыпаться. После на этом месте был поставлен пост городового. И попытки собираться на площадях прекратились. Теперь для митингов избрали противоположный Самаре берег Волги. Так как на том берегу находилась уже Симбирская губерния, то революционеры считали себя там, вне воздействия самарской полиции. Полиция же, которой и здесь, в городе, дело было по горло и впрямь не обращала никакого внимания на митинги, происходившие на том берегу. И вот установился такой обычай. Каждый праздник люди садились в лодки и ехали на тот берег. Переехав в середину реки, на лодках выкидывали красные флаги и начинали петь революционные песни. А на том берегу, среди кустарников, открывались митинги, которые проходили безо всякой помехи. Жандармские чины, конечно, бывали переодетыми на этих сборищах и прекрасно знали все, что там происходило. Такой способ давал блестящие возможности наблюдения за революцией. Может быть, поэтому на эти сборища и не обращали никакого внимания. В июле, отправившись в очередную поездку, я вдруг получил шифрованную телеграмму от губернатора. Государственная дума распущена, ожидаются беспорядки. Я еще даже не успел расшифровать этой телеграммы, как пришел помощник исправника и доложил, что на станции идут разговоры о распуске думы. Очевидно, эта новость была сообщена телеграфистами из Самары. Я хоть и считал этот распуск совершенно неизбежным, тем не менее был поражен самой этой вестью. Как-то примет население такую меру. Ведь дума еще не дала ожидаемого закона о земле. Останется ли крестьянство спокойным? Или воскреснут времена Сеньки Разина и Пугачева? Последнее было очень и очень возможно. Особенно в нашей, изнервничавшейся в конец губернии. 23 июля, вернувшись из поездки, я отправился к губернатору, чтобы дать ему отчет. Иван Львович рассказал мне, что в мое отсутствие на том берегу Волги прогремел взрыв страшной силы. Это они верно на меня бомбу готовили, сказал губернатор. Но я не придал значения его словам, потому что они были в тоне общего нашего тогда настроения. В 11 часов дня в Большом зале губернского правления состоялось губернское присутствие. Продолжалось оно довольно долго, часов до трех. После присутствия губернатор сказал, что должен съездить куда-то в город, а потом пообещал заехать ко мне пообедать. Приехал он уже вечером, а спустя минут 40 стал прощаться. В этот день он был как-то особенно мрачно настроен. Рассказывал о своей борьбе, требующей так много нервных сил, не дающей никаких результатов. С особенной горечью говорил об отношении к своей работе местного общества. «Работаешь, не жалея себя, а что получаешь в ответ только одно лишь осуждение». Будущее рисовалось ему в самых мрачных красках. Как мне тогда казалось, он слишком преувеличивал возможности смуты и выражал скептицизм по поводу того, что мы сможем ее раздавить. Я тоже был виновен в этом скептицизме, но все это понял слишком поздно. Пожав мне руку, губернатор сел в пролетку и уехал домой. А уже через несколько минут вбежавшая в столовую нянька объявила мне, барин, там, там губернатору голову оторвало бомбой. А вот о том, как это произошло, мы расскажем вам в следующий раз. С вами был Михаил Перепелкин.